Ветер, солнце, море, Италия. Отказывалась? Нет, нет, говорила я Вика. Нет, ни в коем случае. Веселенько. И вуаля. Добрый вечер, дорогие мои. Снова на канале Beauty 3D. С вами я, Наталья Черкасова, ваш бьюти-босс. Почему вечер? Ну, потому что я готовлюсь к новогоднему вечернему выходу. И сегодня я хочу показать вам одежду, которую в этом году я приготовила. Она какая-то, знаете, получилась у меня в одной стилистике. Это широкие брюки. Вот это такой крой, называется брюки-палаццо. Брюки-палаццо – красивое название. И этот крой очень любила Марлен Дитрих. Поэтому эти штаны иногда называют Марлен. Тогда их делали из шелка, и они были для отдыха. Ветер, солнце, море, Италия, широкие брюки. И так это полюбилось, что теперь брюки-палаццо делают во всяких тканях. И как на отдых, и как на каждодневное использование. Потому что они потрясающего кроя. И все, что полноватенькое, они скрывают. А то, что худоватенькое, они как бы объем дают. Ну, вы знаете, что я люблю ходить в узких, коротких брючках, чтобы была видна голая щиколотка. Так вот, в этих брюках это исключено. Брюки должны быть в пол. Поэтому высокий кикаблук немножко даст нам роста. И эти брюки могут закрыть туфли полностью. Ну, может быть, чуть-чуть торчит мысочек. Вообще, брюки-палаццо, они должны быть высокими. Они здесь у меня такие высокенькие. Вот, 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 вот. Дальше не показываю. А сверху должна быть коротенькая либо блузка в талию, либо топик в талию. В этом костюме топик. Топик с лямочками без рукавов. И, честно говоря, я себе уже не могу позволить с лямочками. Мне как-то неуютно только с лямочками. Мне кажется, что у меня какие-то руки не те, плечи не те, что-то еще не то. Поэтому я от старого, ну, не от старого, а от какого-то там, когда-то купленного золотого платья с такой фигарушечкой. Вот я эту фигарушечку накинула. И поэтому мне будет комфортно. Руки закрыты, а декольте открыто. Можно вместо золотой фигарушечки накинуть какую-нибудь шаль. Ну, вот так, например. Да? Ну, тогда декольте преувеличится немножечко. И будет побольше голых рук. Это будет, может быть, более вечерняя история. Конечно, чем легче платок, тем вид более вечерний. Если у вас будет тяжелый платок какой-нибудь, как шаль, какая-нибудь Павлова-Пасадская шаль, будет немножко теплый такой вид. А вот с легким платком вид более легкий, более вечерний. Вот еще один костюм с широкими брюками на мои новогодние праздники. Честно говоря, когда мне его предлагала померить моя подруга, дизайнер Виктория Андреянова, я отказывалась. Отказывалась. Нет, нет, говорила я Вика. Нет, ни в коем случае. Потому что точно такой же костюм, вот с люроксом, с широкими штанами, с размахайкой, у меня было 30 лет назад. Поэтому мне казалось, что я покупаю какой-то нафталин из прошлого века. Но потом все-таки она меня уговорила. И теперь я протестировала на своих молодых невестках. Они не заметили, что это нафталин. А напротив сказали, что даже очень живенько, даже очень веселенько. И можно в этом костюмчике отлично на Новый год потанцевать. Но чтобы потанцевать, конечно, я, наверное, уже всю ночь не протанцую на каблуке. Поэтому сюда я приготовила вот такие золотые кроссовки. Но с этой размахайкой можно сделать один маленький трюк. И тогда весь комплект из такого дискотечно-пижамно-спортивного превратится в более вечерний. Хоп! Я переодела наоборот. И вырез стал более женственным. И я могу сюда надеть брошку. И у меня практически голая спина. И к этому костюму уже можно надеть шпильку и быть, как леди стоять с бокалом шампанского на вечернем приеме. А в Новый год в кроссовках золотых, с золотыми блесками на лице, оттанцовывать. У вас еще полно времени, чтобы выбрать себе новогоднее платье, новогодний костюм, примерить как следует и купить его. И главное, подобрать к нему правильного цвета помаду. В следующий раз про гардероб будем говорить уже после Нового года. Я расскажу, как в небольшое путешествие я собираю маленький чемоданчик, кладу в него все нужное и выкладываю все ненужное из него. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующий раз. Поболтаем.